Добрый день, дорогие друзья. С вами Фомин Алексей и компания Infinii. Здесь руководители, официальные лица компании Infinii. У нас сегодня совершенно уникальное событие. И также я сюда пригласил наших выдающихся партнеров компании Infinii. И я хотел бы начать с того, чтобы подключить к разговору Брайана. Брайан, это руководитель компании, отвечает за международные продажи, за вообще всю деятельность в плане маркетинга. И это человек с большим опытом работы в сетевой индустрии, больше 20 лет. Он не понаслышке знает, как строить MLM-компанию. И сегодня я хотел бы познакомить его с вами. Брайан, я вам очень быстрее пригласил себя в русский русский язык. Если вы говорите о себе по собственным словам, то я буду переводить. Хорошо, спасибо большое. Это приятно быть на этой звонке. Большое удовольствие быть на этом звонке. Всем привет. И Брайан говорит, что он больше 15 лет занимался сетевой индустрией и открывал страны для сетевой индустрии по всему миру, это больше 45 стран, для которых он открывал бизнесы. И он помнит время, когда он был в Москве и помнит, как он там был рядом с Кремлем. И он открывал бизнесы в России и на Украине, имея дело с продуктами, с физическими продуктами. И его опыт работы в этих 45 странах показал, что все равно все сводится к тому, что работа ведется через лидеров, и это именно лидеры определяет успех работы компании. И он также понимает, что есть определенные моменты, на которых нужно сфокусироваться для того, чтобы компания была успешной в достаточно длительный промежуток времени. И то, что на сегодняшний день, за что он отвечает, это за то, чтобы в компании все проходило гладко, например, от регистрации новых партнеров до работы всех серверов, чтобы все работало как часы. И он понимает огромный всплеск интереса и развития, которые сейчас происходят на русскоговорящем рынке. И я понимаю, какого размера нужна поддержка, лидерство и организация этого всего процесса. И, конечно, даже если не у меня есть правильность на homepage каждый день, пожалуйста, пр Can't Be посетить, что мы путем большинство времени и чтобы мы вести правильные решения для русскоговорящих городов. И с учетом того времени, которое мы тратим на уделяеме этому всему бизнесу и развитие этого всего бизнеса, мы хотим обеспечить, чтобы все соответствовало тому, что мы запланировали. У нас совершенно замечательная команда руководителей здесь, то есть мы движемся. И без такого подхода ни одна сетевая компания, ни один бизнес не выживет. И мы очень рады, что Надежда присоединилась к нам в бизнес как службу поддержки, и мы знаем ее уже много лет. И за последние пять лет я ни разу не видел Надежду, чтобы она была в плохом настроении. И она всегда отзывчива и всегда активно помогает во всем. И мы также осознаем и понимаем, что нам нужно привносить дополнительные моменты в бизнес. И также мы хотим подключить в бизнес еще двух людей. Мы сейчас переговоры ведем. Один из них разговаривает на немецком, английском. Брайан, что еще? Инглиш, джерман, рашн. И чешский язык. И на самом деле это первое выступление, такое публичное в прямом эфире. И он хотел бы, конечно, показать вам замечательную фотографию, когда он был в Москве. И также он хотел бы каждого из вас встретить на таком большом мероприятии в Москве, на открытии, на таком большом открытии в России. И он благодарит за такую возможность здесь познакомиться с русской аудиторией и передает микрофон обратно мне. Спасибо, Брайан. Это потрясающе. Спасибо, что мы видим вас на этом выпуске. Это потрясающе. Я очень рад. Вы не слышите от меня часто, но мы делаем так много для вас. Мы понимаем поддержку. Мы понимаем рынок и потенциал России. И мы очень рады. И он также благодарен, что он здесь, в этом эфире. Он хочет сказать, что на самом деле мы понимаем масштабы бизнеса, которые мы открываем в России. И это очень вдохновляет и воодушевляет всю компанию Infine. Спасибо. Спасибо. Итак, на этом моменте я могу перейти к Кен, я думаю. Кен, пожалуйста, пожалуйста. Я я не слышу. Окей. Алекстан, can you hear me now? Yes. Окей. Вот I wanted to do before that is actually have Брайан kind of guide everybody through, you know, what the next 60 to 90 day looks like from his master plan of what he has, all the different departments, doing inside Infinei, because it's a key factor and then I can touch on the basics afterwards. Окей, окей. На самом деле, Кен сказал, что он хочет, чтобы Брайан поделился о том, что нас ждет в ближайшие 60-90 дней. Это то, что мы с вами не видим, но то, что сейчас создается за кулисами компании Infinii для нас на всем рынке. И после этого Кен пройдется уже по деталям. Окей, Брайан, go. Окей, sure, no problem. И Брайан хочет сказать, что в ближайшие дни он хочет сфокусироваться на том, что весь функционал все замечательным образом работает. И мы в Хьюстоне, все представители компании, руководители встретились буквально две недели назад. И мы для себя определили количество задач, на которые нужно сфокусироваться прямо сходу и сейчас. И две самых важных задачи – это общение, коммуникация и обучение людей. И мы таким образом запрограммировали, запустили на еженедельной основе для рекрутирования презентации специальные звонки, на которых люди могут тоже как бы… то есть, ну, как бы для продвижения звонки. И также запланировали обучение людей в интернете. И также очень важно, мы понимаем, что перевод материалов – это основная составляющая для того, чтобы быть успешными на… ну, допустим, иностранные рынки, как Россия, чтобы люди преуспевали, им нужны переводы. Я, естественно, был в Россию, я был в Германию, я был в многих странах, и язык и язык и язык и язык и язык – это, естественно, очень сложно для людей читать. И он хочет сказать, что, конечно, вот этот кириллец – это сложный такой алфавит, и он отличается от английского, и всем нужно все это понимать, и все должны иметь перевод. И он хочет сказать, например, что, естественно, например, немецкий язык, он имеет схожие, например, там, буквы, а русский – он совершенно другой. И поэтому он понимает, он находится, ставит себя на ваше место и понимает, с какими трудностями мы сталкиваемся, и поэтому он осознает, что нужны переводы на русский язык полностью. И также он понимает, что неважно, там, одна тысяча представителей в России или один, это имеет огромную важность, и это должно быть сделано, то есть он это понимает. И все, что касается идеальной работы, относящейся к службе поддержки, перевода материалов, вебинаров, презентации с возможностью посещения нашего, подключения к нашему бизнесу. Обо всем об этом мы заботимся, и все в наших планах, что все переведено. И на что сфокусировано его внимание – это построить солидную такую основу, например, это служба поддержки, это презентации, это обучение, то есть три основных момента. И вы, Надя, have they seen the opportunity presentation in Russian yet? Нет, мы уже видели эти slides translated to Russian, но мы не начали их сделать для этого пока. Okay, a lot of the translations for the videos, website, powerpoint presentations, those should all be done very shortly. То есть, Брайан говорит о том, что материалы для такого широкомасштабной деятельности в ближайшие сроки уже будут окончательно переведены. Что касается проведения презентации, у нас слайды уже есть. The second piece of the foundation for making sure that you have a sustainable business is to ensure that all of your payment mechanisms, both incoming and outgoing, work properly. И следующая важная составляющая нашего успеха – это что операции по переводу денег, как оплаты, так и выплаты комиссий, что они работают гладко и без всяких проблем. Once we have the basic foundational pieces so you can conduct your business, then we start making improvements. И после того, как основные фундаментальные вещи, то есть они все подключены, работают, после этого мы можем делать уже менее значительные улучшения. We want to make sure that you have the reports that you need on the recruiting side to make sure your partners can join and be successful as well. И также для нас очень важно, чтобы составляющая, например, отчетов, она была в back-office и вы видели всю статистику и аналитику для того, чтобы вы могли управлять этим бизнесом и подключать их к большое количеству новых партнеров. Everything that I'm talking about, I anticipate being completed before the end of the month. И все, о чем я сегодня сейчас вам только что обозначил, должно быть сделано до конца этого месяца. From then, once we get to that point, where everything is done, working, we then need to start a corporate communication schedule with the Russian speaking market. И после того, как эти моменты мы запустим, они все отлажены и работают, мы дальше начинаем запускать систему методичного общения между компанией и с русскоязычным рынком. То есть у нас будет какая-то система общения. И также мы планируем с Кеном, что мы будем делать раз в каждую субботу специальные мероприятия в интернете для того, чтобы расширять много новых партнеров, привлекать в бизнес. И так как мы постоянно будем сейчас добавлять новые инструменты на пакетах за 50, за 150 и за 400 долларов. И также мы собираемся делать больше специальных программ, ну, знаете, как промоушен, какие-то специальные акции, которые позволят увеличить продажи в ближайшие 60-90 дней. И дальше мы начинаем расширять всю эту систему. Мы ее называем экосистемой Infinii, то есть специальная такая экосистема, которая будет дальше развивать и расширять наш бизнес. И то есть то, что мы сейчас в ближайшее время сфокусированы, это сделать так, чтобы в долгосрочной перспективе бизнес имел надежную основу. И дальше в течение следующих 30 дней мы добавляем больше и больше инструментов, специальных инструментов уже в быковсе на вот эти наши разные пакеты, для того, чтобы уже динамика расширения бизнеса у нас росла. И также мы хотим после этого определить специальную дату, когда мы уже сделаем большое событие в России, на которое можем все съехаться и сделать там несколько многотысячных мероприятий. И также Брайан говорит о том, что он 350 раз в день общается с Надей. Около 700 раз в день общается с Кеном. И смысл заключается в том, что мы на самом деле слушаем то, что мы получаем от наших дистрибьюторов, от наших партнеров. Мы прислушиваемся к этому. И основная наша задача, чтобы бизнес у нас шел гладко, развивался и все потребности были удовлетворены. И также он хочет, чтобы мы запланировали наш с вами следующий прямой эфир в начале февраля. И мы уже проведем такой обзор о том, что уже было сделано к этому периоду. Это касается инструментов, материалов для продвижения, средств продвижения. То есть мы подведем уже определенные итоги к этому моменту. И так же он говорит о том, что было бы здорово, например, собрать вместе воедино презентацию, например, на PowerPoint, сделать презентацию и все это показать. И чтобы все на русскоязычном пространстве это осознали, оценили вообще всю эту большую работу. И так же, как он говорит, мы запланируем это. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Рая. Очень, очень, очень. Я очень рада. Вы сделали эту огромную visionу, которую мы не видим, но вы shared with us. Я appreciate это. И я тебе говорю, в конце и в конце, в конце, в конце, в конце, в конце или в конце, в конце, в конце, в конце, в конце, когда мы будем смотреть на февраля, то я буду рад и рад, что будет делать. И в конце наполнения. потому что, я думаю, вы будете рады увидеть, что мы достигли, не то, что мы сказали, что мы сделаем, но то, что мы сделали. Спасибо большое за это, что мы делаем, 18 часов в день. Это было очень много, но у нас есть очень хорошая команда, так как вы тоже. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо, Брайан большое за это. Ну, так скажем, с юридическими моментами, связанными с оптимизацией работы всего бизнеса. Я просто нужна трансляция, Алекса. Я просто сказала, что я представила вас уже на broadcast, и я просто сказала, что люди знакомы с вами, и это твой turn to share these other things that you wanted to deliver to the field today. Perfect. I think it would probably be better if you asked each specific item that you want to address. That way they can hear the question, and then I'll give the reply. А, окей. И Кен говорит, «Был бы хорошо, если б я, например, прошелся по вопросам, которые, допустим, люди задают, с тем, чтобы Кен мог на них ответить». Окей. 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 Then, let's go. Recently, I received this question that we have different types of bonuses. Before, we used to have this $600 bonus, and now we switched to different types of commissions. So can you a little bit explain why, and what is the idea behind this, and why it's better what we have now? Absolutely. We'll start off talking about the beginner bonus. And the beginner bonus, as it was originally set up, is that we took a full 6% of the global business volume for Infinii, and we put that into a pool. And we had an initial qualification that said that once you went ahead and enrolled two people and had one on your left team and one on your right team, that, excuse me, you were then qualified to participate in the pool, which was a great concept and great idea. But what we saw in the first pay run is that we had pushed nearly $80,000 into the pool, but that there was such a large qualification group going in, the average person was going to only earn $8 to $12. And it just, obviously, was not what we wanted it to be for the people who were out there doing the work. So Hitesh and the entire executive team, we sat down, we said, okay, how do we take this large amount of money and really drive it so that in the first 30 days, people can, you know, cover their expense initially, especially if they're a prime or a surge, and even if they're at Excel, and even take it one step further so that if they bring in some serious people who duplicate the process, that they could earn up to $1,400 out of the bonus within the first 30 days, in addition to, obviously, the fast start, binary pay, etc. So as we started going through the numbers, we also identified one other thing, Alexi, is that a lot of people were misunderstanding it as that they would be able to access $600 per month or in their first month. And what happened is at the prime, there was a $600 cap on total possible earnings in the initial beginner bonus. So there was no guarantee on what you would earn, and I know I'm going very long here, so I'm going to stop and let you translate that. I want to start with the fact that Ken asked me to ask questions for them, so that he could answer them. I asked the question that everyone interested, for example, when there was a situation where, for example, for a novice of a bonus $600, and when you connected two partners, you were immediately qualified for a bonus $600. And recently, the company made an update of the system, and we refused to get this bonus, and we have a new bonus for a bonus for a novice. And I asked Ken to explain what it means, why it is so, and why it is so, and why it is so and why it is so. And Ken gave me an answer to this question. The deal is that, in the beginning, this bonus was a bonus, and how it worked. 70% of the commission companies they pay for distributors, and 6% of these 70% the company they pay for this bonus, for this $600. It was like a fund, which was distributed. And the company started working, and the first fund was $800,000. And when the company разделed on all the people, who qualified for this bonus, it turns out that every distributor, who qualified for this, will get from $8,000 to $12,000 for this bonus. And the company looked at, that it's very small money, and Hittash said, no, guys, we need to do it so, so that people actually could get money, and in the beginning, especially, they could get money and pay, for example, the first refund on a package for $50, for $150, for $150, so that they could get money and even earn extra money. And also, so that there was a transparency, how many people pay for what they do for a certain amount of work, which they do. And in this case, the company looked at this bonus and made a special bonus in the 30 days, when you, for example, you put a certain number of partners, for every 200 and you get $50. There is a scheme, which you get, and in general, people can earn several hundred dollars immediately with this bonus. And also, there is a second bonus for the team for the team. In general, it turns out that in the beginning, people can earn absolutely real money and they know what to do for a certain amount of work. So, to not guess, it would have been easier for us to stay from a company perspective with the original bonus. because it had a set amount, that it was capped at, that we knew only 6% would be paid out to that, and no matter how many people qualified in the pool, it would just be equally divided. However, the numbers just were simply not what they needed to be. So, the company is taking on a further financial hit on this, because, you know, there is, the design of this is a guaranteed dollar amount based upon performance. So, in fact, with the company, let's say, it would be good, for example, just to leave everything as it is, to pay the bonus for 600 dollars, because we, as a company, we would know that only 6% would be paid for this bonus to people, and we would not go for it. But, when we saw that people get absolutely significant money, we realized that we needed to change the situation, to make sure to make sure that people would get more transparent, more clear, more and more money. Additionally, the prime level in the old beginner bonus was restricted to a maximum of 600 dollars. And, at the beginning, in the beginning, you were able to get on a package for 50 dollars, on a prime, you could get only 600 dollars. And, the surge level, which is 150 dollars per month, was restricted to a maximum of 1200 in earning. the cap, has now been raised to two thousand dollars, for prime, you know, so that's an increase, substantial increase, as you can see, of, you know, fourteen hundred dollars, in additional earning potential. And, today, we've increased this limit. for example, on a prime package, for 50 dollars, now, this limit is moving from 600 dollars to 2,000 dollars. So, the person, who came to a package for 50 dollars, he can earn to 2,000 dollars bonus. Additionally, now, there's no guesswork in what you're gonna earn. You can literally just look at the accelerated beginner bonus promo sheet, and you can see, if you do x, then you'll earn y. Additionally, if you had not yet earned anything out of the original beginner bonus, we reset everybody's starting service to earn of the beginner bonus. In addition, if you had not yet earned anything out of the original beginner bonus, we reset everybody's starting И на самом деле, те из вас, кто не квалифицирован, допустим, вы подключились раньше, допустим, месяц назад, и вы еще не квалифицированы для получения денег по этому бонусу, компания сделала шаг вперед и переставила часы. То есть мы сделали этот бонус не в 30 дней, то есть обычный бонус с датой регистрации 30 дней. Но те из вас, кто подключился раньше, компания переставила часы и в новую единицу времени начала отсчет этих 30 дней для вас. Мы были also scheduled, и я буду deferраться к Брайану на это, мы были scheduled to have the, you know, the beginner бонус payout visible today for those that qualified, as well as the paid-as rank in the back office. So Брайан's not expecting this, но я буду throwing это к ним в open circuitе right here to see if that work has been completed. I would have to check with Atesha. Okay, I didn't mean to do that to you, Brian. No, it's okay. I mean, I would answer if I had the answer, but... И также Брайан сейчас уточнит, и как быстро мы сможем с вами видеть в back office, какой размер вашего бонуса, вот когда вы подключаете новых людей. То есть это первый бонус, бонус новичка. Да, и также в back office сейчас Брайан постарается прояснить, ответить нам, да, когда вы увидите свой статус карьерный, который вы закрыли. Сейчас он там проверяет какой-какой момент, и я надеюсь, он нам сейчас сообщит об этом. We will be sending out a corporate update email covering a lot of this, and you're going to see that in the back office, if you go up to the top right-hand corner where your picture is or the image with your name, and if you clicked on that, you'll see some drop-downs in there once it populates, and I do believe that'll be today. И также Кен говорит, что у нас в back office, там где у вас есть фотография справа, там будет кнопка, на которую вы нажимаете, и вы увидите вот эти обновления, которые компания делает, то есть там будет сообщение. И также компания разошлет по всей структуре e-mailы со всеми новостными обновлениями. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Okay, the next item, Алексей? Next item is people are concerned about this springboard, and they're kind of concerned that they have on the prime only 15 products, which are, let's say, if the product... So they're afraid that this is not enough money to cover the expenses, like let's say $50 or $150 if they own a bigger package. So it cannot be somehow extended or the amount of products increased. So for those people who are on international market or they have not opened eBay account because for three months there is a limitation, you know, which is created by Amazon and eBay, so at least at this point people have a bigger option to make a little bit more money so they're kind of profitable, you know, because you've got the idea. Well, let's say you bought the product for $0.50 and you sell it for $8. You're kind of making $90 and you spend $60 on this prime and membership fee, and then you're just people asking what is the business. It's like $30 business. A little bit explain the vision, how important springboard, what small tiny part of this business, like that this is not the main business, you know, springboard, the whole vision about this, so how we can extend the amount of products you said earlier that it is maybe $2 for extra item to be sold, you know, this thing. Springboard was really initially designed for our international members because, you know, Hitesh, our CEO, recognized that it's not as easy for our international partners to start off with eBay and Amazon as it is for our members and our partners within North America. I asked a question to Ken about springboard, because people are worried about it, for example, that on a package Prime for $50 we have only $15 products, and people ask the question, how to be more or less if we buy a product for $0.50, and we sell $8 for $8, like a variant, for example, if a person earns $90, if he's a cheap product, how to make more products, and it's looking at the first time that it looked like it was more profitable to the moment, when, you know, 30 days Amazon and eBay make you a period of full verification and to take with you these first measures. So, I asked the question, how are you in this situation? And Ken started answering, and he said, that in the beginning Springboard was designed in the company as a platform for people, who live in other countries on the international market, not in the same way, well, not in America, for those who live, and to do it so that it would be easier to start to trade, and actually to connect to electronic commerce. Excellent. The reality of what took place is that we've already had 60,000 people pour into the Infinii platform during our beta phase alone. And with that, we saw an enormous interest in Springboard where people really focused on that, believing it was the primary thing that they were going to focus on, and it was never intended to be that. It was intended to be exactly what the word Springboard would mean, which is to, you know, spring into your business, to start your business, and to have a process where you're beginning to get in profit while at the same time we begin your eBay and Amazon business. That is, to be, to be, on the same way, really many people ssee their attention and we�도 macro interest to platform Springboard. But on the same way, in the same way, Springboard Chairman is emerging like a trampoline, a non energie or a big instrument that needs to come out to help you register into the orbit of the business. So you still can beginsting 하�st� lumbering to Amazon and eBay. even like this it was being becoming a big ый kaç, который выбрасывает вас на большой бизнес. И на самом деле, Springboard никогда не предполагался для людей, для партнеров, бизнеса, который находится в Америке. Изначально задумка этого Springboard была для людей, которые находятся в разных других регионах, в других странах. И на самом деле, то, что такой бешеный интерес стал проявлять Springboard именно на людей, которые живут в Северной Америке, на самом деле для нас это определенный показатель. Мы увидели теперь, что нам нужно… Мы не можем их винить, потому что они имели эту систему в BackOffice, и все сразу стали этим пользоваться. И тем не менее, мы для себя видим, что нам нужно как бы доработать эту систему с тем, чтобы на самом деле люди, которые находятся в других регионах, могли с успехом этим пользоваться и на самом деле стартануть, как бы сделать… Ну, затрамплинить, что ли, этот свой бизнес. То есть изначальное определение этого слова, этой площадки. Сделать большим бизнес с маленьких вот этих шагов. Ну, с тем, что мы видим, конечно, огромный success с Springboard, потому что это сделал именно так, что это было сделано. Однако, это самое интересное, что у нас предоставили до чего-то, что корпоративно продают первые продукты, чтобы получать первые продукты с моментами, с тем, как мы постали их, то они снижаются. Мы говорим, что это 4-8 минуты, before whatever we load in ends up getting pulled off and people purchasing. So the issue really isn't even the number of items, 15 at Prime, etc., because you can go in and pay, after you use your 15, you can go pay an additional $2 for a user fee, and you can keep ordering additional items. And we did that so our international members could continue to participate in SpringBoard at a higher level. And in fact, Ken said that the company spent about $800,000 on the purchase of these items, which are sold on SpringBoard platform. And the most surprising thing is that they are sold in 4-8 minutes. As soon as a partner Infineye publishes them on the platform for sale, they suddenly fly away in 4-8 minutes. So the amount of $15 is not the case. There is no problem, because if a person wants to increase the number of products for sale, there is just an additional cost of $2, and the person can increase the number of products, which he sells, for example, $30 or $50, or how much. Can I ask you very quickly the question, until I don't forget it? Yeah, go ahead, Alexei. I was going to hit one point for you. My question is that we still don't see in our book office whether the item is sold or not. It's kind of this part of the report is missing for now. So just a little bit on that point. Yeah, the entire tracking platform is being put in, because one of the things that Brian, Hitesh, and our entire executive team wants complete transparency so you can see everything being moved from A to Z. each item within Springboard has a number attached to it. So it's a tracking number. So it's not just like we pile a whole bunch of things over Amazon, and then we, you know, just throw a lottery game to see, you know, which one we pay out today. Your item is specifically tracked, you know, with an order number that's assigned to you. I asked a question to Ken about the fact that we still don't see in the book office, which we still don't see the elements of our products on Springboard, which we still have to sell. So we have a system of accounts, which we still have in the book office, and Ken said, that Brian and the whole corporation will do it. In other words, the idea is that there will be an update, which we will see in the future, which we will see in the future, and you will be able to see every product. And the system is done so, that every product, which you have chosen, has a number of investigation. And this is not so, that we have a whole bunch of different products, and this is like a lottery, which product is bought, which is bought. No, no. Every product, which you have chosen, has their own identity number. And when you are sold, you will see in the book office, that this product is sold and you can at the unique number to find out the dynamic all the products. And this system of account, it will soon be in the book office, and HITACH, and all the companies, and now it's aimed at the point, that this is done, and you can see it. And it's all going to be prismatic. Something that's very important for everyone to understand is that Infinii and the leadership will get these things, as our CEO Brian was just talking about, will have all these things defined and ready for systematic coverage probably within the first week of February. I would like to remind everyone that they need to have complete faith within Infinii and especially within our CEO because he's already been running DSD, which was DS Domination for two years that did over $2.4 billion in online sales. And he is globally regarded as one of the top five premier e-commerce experts, so we have the best person possible guiding us through this platform ChangeOver. The best person in the world is the best person in the world in the world, so we have a mega-specialist, who lead our company, and he wants to remind you that on the previous platform, which was called DS Domination, the product was sold for more than $2.4 billion in online sales, and this is a system that works, and we are now in new phase of our business. And the last point before, I'd like to defer back to Brian to touch on this a little bit, would be that if somebody had paid last month, for example, for their Prime membership, and they were not able to participate in the springboard or access the products because they were disappearing so rapidly, and they did not lose their 15 credits, those 15 credits were applied on top of this month's, which would be an additional 15. So they actually have 30 available credits to utilize, and after you answer that, Alexey, if you would defer back to Brian, so he can touch on a couple points, please. Okay. 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 И также, Кен, очень важный момент отметил. Если по какой-то причине вы, например, заплатили свои 50 долларов, но вы не воспользовались платформой Springboard, и вы не разместили свои 15 товаров по какой-то причине, да, то есть на самом деле компания вас не лишает этих 15 товаров. На следующий месяц они у вас добавляются к 15, которые вам открываются в новый месяц. Таким образом, допустим, за новый месяц вы можете уже разместить 30 товаров и воспользоваться своими нереализованными товарами, возможности, которые вы, допустим, по каким-то причинам упустили из-за того, что они исчезли очень быстро или еще по какой-то причине. И сейчас мы хотели бы передать обратное слово Брайану, чтобы он поделился с вами определенными идеями на этот счет. Спасибо, Кент. После Libertmayın тебе appointments к Брайану. Какой. Мы не чуём тебя. Okay, better? Да. Я просто задавал Yesterday Hahaha И Брайан говорит, что он только что связался с хиташем, и он говорит хорошую новость. Первый бонус, когда вы подключаете людей, бонус за усиление, вы его сейчас уже должны увидеть в своем боку офисе и также увидеть свой карьерный статус. То есть произошли прямо сейчас во время этого прямого эфира обновлений. Вы должны все это видеть. Это интересная новость. Да, это интересная. Я хочу повторить что-то, что Кен сказал о хиташем. Он очень интеллигент, когда в том числе ИТ. В самом деле, он пытался быть молодым человеком в мире, в 12-м году, чтобы подключить все его сертификации в Майкрософт. И он действительно был второй человеком в мире, чтобы подключить все его сертификации в Майкрософт. Это очень круто. И на самом деле, Брайан хочет немножко дать больше данных по поводу того, кто такой хиташ. Это на самом деле уникальный, это гений. И, например, до возраста 12 лет, то есть когда ему было 12 лет, он хотел, например, быть самым молодым специалистом компании Майкрософт. То есть человеком, который имеет там полную сертификацию, как я понял, от Майкрософт. В 12 лет. И так же он говорит, допустим, если в декабре вы использовали из 15 продуктов только 6, у вас осталось 9 неиспользованных. И эти 9 неиспользованных переходят к вам плавно на январь. И вы можете их использовать, свои эти 9, плюс к тем же 15, которые опять у вас появляются в январе. И на самом деле, такой функции уже не будет в феврале, поэтому воспользуйтесь вот этими кредитами, которые вы сейчас имеете, с тем, чтобы вы воспользовались вот этим преимуществом, которое сейчас компания делает. Thank you very much. Okay. Thank you. And I have the next question to Ken, I think. And we were talking on is there a possibility to transfer money from one backoffice to another backoffice, from partner to partner. And I think there was some idea that people can buy credits and then there is going to be a type of gift card so people can give the code of this gift card to some partner who is going to be a newcomer or a new partner and he can use these credits to sign up or something like that. So, Brian, you will answer this question again, so can you, like, make it... It's from, just, Alexi, from a law enforcement standpoint, as you know, that's my background, one of the things that the Federal Trade Commission, which is the governing body over all U.S. corporations, especially within the network marketing industry, that raises their eyebrows with regards to money laundering. So it's a very difficult process and that's why the credits and the other things were being done that way so that we could find a pathway through that if you had X amount of earnings that you could actually go ahead and use those earnings to help another person join. So all of that's being looked into right now, but one of the things you'll find with us, and again, because our attorney, Kevin Thompson, is the lead attorney, really globally, for the MLM industry, we make sure to follow all of his guidelines on that in order to make sure that we are a long-term sustainable company that has absolutely no issues with any of the international compliances or the U.S. compliances where the corporation is based in. Okay, let me translate this a very extremely important thing. На самом деле, Кен говорит о том, что я задал вопрос, а многие мне задают вопрос, а можно ли перегонять деньги из бэк-офиса в бэк-офис, можно ли давать, например, кто-то хочет подключиться, у него денег нет, то есть спонсор его может подключить, есть ли возможность перекинуть деньги из бэк-офиса в бэк-офис от одного партнера к другому. На что Кен ответил, что на самом деле такая схема, она должна быть легальной, и когда такая вещь появляется, например, это открывает дверь для отмывки денег, то есть начинает выглядеть плохо в глазах государственных официальных органов. И поэтому у нас есть юрист, его зовут Кевин Томпсон, это на самом деле авторитет в индустрии, по всему миру в индустрии МЛМ, и на самом деле мы следим за тем, чтобы мы соответствовали всем законодательным требованиям, не только в Соединенных Штатах, но и по всему миру, потому что мы планируемся, мы строим бизнес на долгосрочной основе, и поэтому мы будем делать все в соответствии с законодательством. Но на самом деле это тема не сегодняшнего дня, и когда мы увидим легальный способ, как это все делать, чтобы это было в рамках закона, мы, естественно, все это запрограммируем таким образом, чтобы люди могли, если тоже такой возможностью, пользоваться. Спасибо, Кен, для ответа на этот вопрос, и я получил ответственность. Но сейчас я могу перейти на следующий вопрос. Но, Алексей, что я бы сказал, Добавил субтитры DimaTorzok 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 DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Мы оставили людям ссылки на определенные воронки, которые вы можете уже сейчас использовать, и там есть определенная ссылка, которую вы сейчас также можете использовать для работы. Первый был в начале февраля. И, Алексей, one quick thing for the field to realize is that just in this short period of time, Infinii has already paid out over $1,000,000 in commissions to the field. So it shows you the power of the Infinii Rewards Plan, which gives 70% of the money back into the field. So at the same time that we've been grateful for everyone's patience, I think most people would recognize that there isn't another opportunity that is so attractive and pays so well in the industry. Plus, although Infinii is a new opportunity, it's not a startup, it's over a two-and-a-half-year-old company that has over 2.5 billion in sales through its membership already behind it. So you've got the opportunity of a startup without the risk of a startup. Кен также подчеркивает очень важный момент, что за короткий промежуток времени, с того момента, как мы только что открыли новый компенсационный план, именно сетевую составляющуюся у бизнеса, мы выплатили людям комиссии уже около 1 миллиона долларов. Это уже выплачено, это большая сумма денег, особенно взять в расчет, что мы только начали этот бизнес. И мы на самом деле подчеркиваем здесь, что мы людям хорошо платим с самого начала. То есть многие другие бизнесы, они идут к таким размерам комиссионных своим дистрибьюторам долгими месяцами. И также он хотел подчеркнуть, что мы не startup, мы компания, которая уже работает на рынке 2.5, то есть больше двух лет. И еще раз, что мы провели торговых операций на 2.5 миллиарда долларов и выплатили людям комиссионными больше около 400 миллионов долларов. То есть та возможность, которая у вас здесь есть сейчас, что вы, как бы это обозначить, что вы не в стартапе, но вы в новой фазе этого проекта. То есть и вот это позитивная особенность этого момента. Окей? И так же очень важно понять, что такую платформу на сегодняшний день нигде не существует. и никогда не существовало в мире. То есть наша компания отличается от обычной сетевой компании. Я сейчас объясню, чем. В обычной сетевой компании они нанимают какую-то компанию, которая им предоставляет программный продукт, который просто отслеживает продажу товаров с полки, со склада. И все, ведется простой элементарный учет. И все. На самом деле то, что есть у нас, это гораздо сложнее, интереснее, серьезнее. И сейчас он хочет объяснить, насколько это. И на самом деле мы хотим сказать, что Хиташ это уникальный программист. Это просто гений, который в 12 лет, в возрасте 12 лет прошел всю сертификацию Microsoft. И так же у нас здесь работает Брайан. Это уникальный человек, который уже тоже в индустрии интернет-бизнеса уже не один, уже порядка 15 лет, как мы об этом говорили. И то, что сейчас происходит, это построение уникального бизнеса, который до сих пор такой модели не существовало. И то, что мы сейчас говорим, что это не простая система учета товаров с полки и количества новых партнеров. Это нечто другое на новом высоком уровне. Это нечто другое на новом высоком уровне. И то, о чем мы говорим, что здесь мы создаем платформу с нуля, просто с чертежа, которая этой платформы не существовала на планете до сих пор. Что делает эта система? Она не только учитывает очки, которые люди генерируют от компенсационного плана, подключая новых партнеров и так далее. Здесь ведется учет всех продаж, прозрачный, понятный учет всех продаж и всей деятельности, которую люди генерируют на платформах торговой коммерции, там Amazon, eBay. И все превращается в специальные очки, которые учитываются в распределении комиссий. То есть, например, те продажи, которые делает человек на Амазоне, продавая разные товары, компании учитывают этот объем продаж, переводят его в очки, и потом эти очки начисляются в комиссионные и выплачиваются в сеть. То есть, это гораздо серьезнее и больше вид активности. Продолжение следует... Yeah, this is something we have not done. A great job of Kimbers. So, even though the entire executive team knows this and sees all of the technology being applied, you know, we forget that our membership actually doesn't realize this. So, we're going to have to do a better messaging, as Brian talked about before through communication, to help the field understand the platform that they actually have their hands on and the amazing opportunity that this is going to grow into. This is something which is going to revolutionize the e-commerce industry and, in my opinion, the network marketing industry as a whole. And, in fact, we realized that we have a leader, as a programist, as a team who are responsible for this business, and are working on this model, we have to understand this model and we have to understand, as Brian said, that we need to do this message to people, because we do it and we do it and we also need to understand it, and then it will help them to see the depth of this business and take part of it and take part of it and so we, as a company, we are going to regularly проводить такие информационные встречи, для того, чтобы доносить вам ситуацию, о том, что происходит на самом деле. И, на мой взгляд, это целая революционная система, которая раньше не была ни в одной MLM-индустрии и не было даже в электронной коммерции такой вещи. Поэтому здесь нас, на самом деле, ждет великолепная возможность, которую раньше не существовало. То есть, как он сказал, это революционный переворот в индустрии MLM-бизнеса и переворот в индустрии электронной коммерции. Итак, each of you right now are positioned at the very beginning of what's going to become a monumental movement within this industry. The other individuals and companies that are doing, whether it's juices, coffee, or anything else, they have constant competition from other sources. Understand that as this platform is finished, there will be no competition in the marketplace for you or your teams. Осознайте очень важный момент, что если в других компаниях, например, сетевого бизнеса, они выпускают соки или кофе, у них постоянно они сталкиваются с какой-то конкуренцией, купить этот сок или другой сок, а здесь, в рамках этой программы, у нас нет никаких конкурентов. То есть вы получаете сразу серьезное преимущество работы на рынке, где нет конкуренции. И от этого выиграют и вы, и выиграют все ваши команды, все ваши партнеры. То есть это совершенно серьезная заявка. And, Alexey, you yourself, by visiting our corporate warehousing, have seen the amount of success already that we're having just because the products come in, they turn around, they get an Amazon warehouse. So the entire system is working completely. I want to make one very important point to the field here, though. Do not depend on Springboard as your design of build. Springboard, and everybody comes on your team, tell them that this is something that you can participate in. Our core product is e-commerce as a whole. And that's where, from day one, everybody's focus needs to be on training and understanding that and having the design of building this long-term. So I want to tell you, that since the beginning of business, people have so much attention to Springboard, but in fact, it's not the main part of our business. It's just a trampoline. Our main part of our business, on which you have long-term period of time, you have to earn significant money, it's electronic commerce in general. It's when you start doing electronic commerce. And it's the main business. And it's the main product. And it's the main product. That's all on that subject, Alexan. And so on this question, he wanted to say that this is the main business. And he just told him that this is the main business. Okay. Thank you, Ken, for this very wide explanation. Это действительно нужно. Денис имеет еще одну вопрос. Это первый вопрос, который очень многих моих партнеров волнует. Лен, отключите микрофон, пожалуйста. Лен, отключите микрофон, пожалуйста. I think it's gone. So could you repeat that, Alexei? Yes. The question is this. We do not see full optimization now in our back office, on our tools. And the question, so what is your estimation when we are going to have these tools for optimization of this e-commerce part? The tracking and price tracking, the availability of the items tracking and all these things. Because when we do sales, we need to see all these things. Agreed. And that's very much on our list as an executive team to get done as Brian is talking about, about trying to have all of these things finished by the end of the month to the beginning first week in February. And thankfully we have Brian on here if you'd like to add to that comment. But that is my clear understanding as to the design timelines and or before that period of time. Yeah, we're constantly adding tools. And if you give me a second, I can go to an update system. Basecamp with the emails. And because we do have some new e-commerce updates. We're adding eight videos to Excel. We are redoing some of the earlier videos that needed some clarification. Our prime training is ten times better. There's a special international section that's being added. Amazon shopping profit calculators on there. So I'll get you a formalized list, Lexi. I don't expect you to remember all of these. But I can get that update. I can get an update to you today and then give you a kind of a schedule of what's going to be released at what point. I think we owe you that at least. So, Brian says that until the end of the month is going to be a lot of new. And he told me, to tell you what you are in, how and how you are sitting in case. Brian looked at yourself at the computer with you, У него есть отчет плановых работ, и он упомянул, что, например, 8 видео по поводу работы на платформе Excel сейчас добавилось в бэк-офисе. Также некоторые видео сейчас проходят дополнительную обработку и подтверждение. Также больше 10 новых приложений у нас сейчас тоже появится в бэк-офисе. И он сказал о том, что он предоставит сегодня, чуть позже, мне целый список, когда что появится в бэк-офисе, с тем, чтобы мы могли это предоставить людям в плане информации. То есть эта работа ведется, то есть у нас новые инструменты появятся в бэк-офисе. То есть и видео, и новые инструменты. Окей, окей, Брэн, I have translated this to people, so we are speaking about video tutorials, or we are mentioning the tracking tools, like computerized... О, yeah, I'll get you both updates. Он даст, я задал вопрос, мы говорим о видео обучении, или мы говорим о реальных продуктах, которые у нас будут как цифровой продукт, как софт. И я скажу, что это будет оба, это и видео, и также это и программа. Я имею в виду вопрос о том, о продукте, который будет отслеживать продажи, вот именно там дропшиппинг и все остальные инструменты, чтобы мы могли торговать на площадках. У нас вот есть такая цель, естественно, да, чтобы мы могли торговать именно возможности. So Lena, Lena asked the question on dropshipping, so she is mentioning the tracking system, tracking automation to do the dropshipping sales. Brian, you still there? Yes, I'm just giving it up, writing all these updates down. Again, I'll get with our e-commerce product expert and get back to you on the specific questions that you have. И Brian сказал, что он получит, сейчас делает запрос специалисту, который отвечает за обновление платформы в плане инструментов для продажи. И сегодня, позднее, он предоставит нам этот отчет, данные, когда, в какие сроки у нас появится вот эта информация. Алексей, еще вопрос есть. Сколько нужно оплачивать партнерам, чтобы получать все бонусы по маркетингу? Не понял вопрос, Денис. Вот, ну, чтобы получать все бонусы по маркетингу, нужно оплачивать 50, 50, 150, то есть, да, вот, чтобы получать, ну, не понял вопрос? Нет, не понял. Ну, смотри, чтобы получать все бонусы по маркетингу, достаточно 50 оплатить, да, долларов за лицензию? Ну, там, насколько я понимаю, есть пакет, где надо 150, у нас есть компенсионный план, где написано, что, например, на уровне где-то 3000 долларов товарооборот имеет смысл пакет 150 уже. Вот, еще вопрос, учитываются ли переливы для квалификации? Я тебе могу ответить на этот вопрос, переливы учитываются для получения бонуса по бинару. Но для бонуса, например, директора, где тебе предполагается 30 тысяч долларов товарооборот, переливы в этом не участвуют. Часто только ты и твоя команда, без переливов. Все, отлично. Лена, у тебя есть больше вопросов, которые ты хотела бы задать? Может быть, у Ленина заделались вопросы? Есть еще один вопрос такой, тоже он, видимо, когда система переходила с одной платформы на другую, многие партнеры купили больше продуктов, чем 15. Вот, лично я, мне система дала купить, вот сейчас, наверное, всех шок будет, 163 продукта лично я купила. Вот, как быть с этим, и много я знаю людей, у кого-то 30, у кого-то там 80, у кого-то 40, 50, то есть, видимо, это был переход с одной платформы на другую, и такая возможность была, и почему-то это все пропустило. Как быть с этим, как доллара, за что, когда, ну вот разъясните этот алгоритм. Да, 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 да. Да, 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 да. На самом деле, то есть, это такой специфический вопрос, который касается вопроса службы поддержки, и, то есть, Кен говорит о том, что просто, чтобы дать корректный ответ, нам на самом деле нужно адресовать его специалистам, которые именно это улаживают, да, то есть, тем, чтобы мы дали людям правильный ответ. То есть, и Брайан получил этот вопрос, он его прояснит, и это будет улажено в лучшем виде, то есть, чтобы никого это не беспокоит, и все, работа гладкая. Хорошо. Есть ли у нас какие-то еще вопросы такие в целом, которые мы хотим задать, или мы можем уже на этой позитивной ноте как-то приближаться к концу? Алексей, Ридель, у тебя есть какой-нибудь вопрос? Может быть, к Надежде вопрос какой-то, или там у Лены есть какой-то вопрос? Тебя не слышно, Алексей. У Алексея был вопрос, если товары продаются быстро, как быстро поступают от продажи деньги в наши кабинеты? Да, так, если у нас другая, то есть, если кто-то стал на него составлять, то есть, какие-то покупки до конца? То есть, что вы думаете, обязательно выщет Vendor в нашли отсутствие? for shorter usage well I know that Hitesh and the team that's setting all this up that's the whole idea of the transparency we want it to follow through very rapidly now Amazon normally has a delay associated with it so as you build your account and even with Springboard it still operates under Amazon's control lines usually it's 15 days before that money comes back to you through the Amazon process because remember it's not actually Infinii that's going ahead and doing this it's Amazon's rules that we abide by so all these things need to be detailed out so that any questions like this because these are very very valid issues we need to make sure that everything is listed in the FAQs under that process so that your team members can go there and get the answers they can if not they can direct it over to customer service Nadia she's phenomenal at tracking stuff down на самом деле сейчас я формулирую этот ответ Кен говорит о том что у нас есть раздел в нашем БКО-офисе это часто задаваемые вопросы и чтобы не быть ошиблены не дать вам неправильные данные то есть вы можете написать запрос в эту часть нашего сайта и вы получите ответ правильный например от нашей службы поддержки и Надя делает феноменальную работу она собирает нужные данные публикуют это но насколько я сейчас понимаю у Амазона есть свои собственные процедуры и он удерживает деньги например на протяжении 15 дней и там есть какой-то период в течение которого Амазон выпускает эти деньги и они поступают к вам на счет но более точно еще раз чтобы быть корректным у нас есть надежда есть часто задаваемый вопрос и вот эти элементы там вы можете посмотреть или задать какие-то месседжеры которые у вас есть да здравствуйте всем знаешь что это Брайан пишет что он как-то на него сбросили Надя отключилась у нас Брайан вошел обратно в сеть I think we lost Брайан I'm back I don't know what happened it's just disconnected on me I think Надя too он говорит что обратно включился хорошо то есть у меня есть вопрос у меня с микрофоном были проблемы так друзья всем приветствую всех приветствую смотрите такой вопрос на самом деле технических вопросов очень много очень много вопросов по вообще концепции бизнеса но есть один самый часто задаваемый вопрос вот что делать сейчас людям первые шаги после вхождения в бизнес можно вкратце просто там шаг номер один шаг номер два шаг номер три So Алексей asked this question so there are many technical questions which can be referred to the support and stuff but Алексей is asking what is your recommendation what are first steps that one should do when he joins our business like very very simple excellent Alexi the primary key when somebody comes in is that they go ahead and right away begin to be trained as with anything if you think about it a doctor goes to school for the course of you know eight years before they can come out and make an income of you know a hundred thousand for 150 thousand here in the US for ER and I've seen people within our system come in and within six months double that income and the only way to accomplish that is going through our training platform ok первый шаг который говорит Ken нужно сделать это конечно обучение то есть когда люди подключаются в наш бизнес им нужно обучаться и допустим есть доктор который вышел на доход 150 тысяч долларов в год он достаточно долго промежуток времени учился прежде чем он начал зарабатывать такие деньги именно предоставлять сервис тем не менее Кен говорит что в нашей индустрии он видел людей которые в течение 6 месяцев удваивали эти деньги в течение 6 месяцев человек выходил на доход 300 тысяч долларов и все начиналось с того что он получал определенные знания как это делать ok the beautiful thing about Infinii is that we are an e-commerce platform and we all need to become a product of the product like in any network marketing company they say be a product of the product consume it well with us you have to be a product of the product you have to learn the e-commerce process and you need to go through the training in the back office and you to be 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 product and so we have individuals within the infinii right now that have sponsored less than 10 people and they were part of DSD before and they've never focused on the recruiting side as we always talk about network marketing, yet they're earning three, four, five hundred thousand dollars a year in US dollars off of their e-commerce business. I had one young man that was in one of the companies I was in actually you know in my downline and he struggled to make a thousand dollars a month and he worked his tail off. He left that company, joined e-commerce solidly just dug in and focused on the content for the first 90 days and and just drove the time at it within six months he was over 15,000 a month. That's unheard of in network marketing except in very rare instances if you already have a team developed. И на самом деле у него есть такой пример, когда молодой человек зарабатывал там с грехом пополам тысячу долларов в месяц и он оставил этот вид деятельности, подключился в Infinii, то есть на одной платформе DSDomination по тем временам, он начал просто все это изучать и пришел к составляющей в течение 90 дней, когда он начал зарабатывать 15,000 долларов в месяц. И это вообще сумма, в принципе, в индустрии сетевого бизнеса, она неслыхана. Если у человека нету знаний, нету уже каких-то связей, людей, чтобы так быстро стропонуть и начать такие большие деньги зарабатывать буквально там на третий месяц. Результаты, в принципе, в индустрии сетевого, в интернете и выжить инфинии и потому что это очень cool concept, потому что каждый understands, как мы можем здесь в этом глобальном экономике, люди будут вместе с этим, и они будут будут оформлены в этом. So your network marketing income side is going to begin growing very rapidly. And then your e-commerce side, if you're doing it properly, it takes a little bit of time to build it up. There's usually about a 90-day window where it starts to climb slowly. Remember, I myself had zero experience in e-commerce. And 90 days ago, I started my own Amazon account because I was exactly in this conversation. Like, each one of us, especially on the executive team, especially myself as vice president of sales, I need to be a product of the product when I'm standing in front of stage talking to members. То есть, на самом деле, у нас здесь совершенно замечательная идея стоит за этим бизнесом. И когда люди присоединяются к нам в команду, им это понятно, что здесь есть составляющая продажи продуктов на электронных платформах. И то есть, когда мы переходим к моменту, что мы работаем с людьми, мы должны, естественно, показывать им, что мы реально делаем, и что наша составляющая – это заработок денег на платформе электронной коммерции. И я сам также, когда с людьми говорят, я должен демонстрировать, что я делаю сам, и что я сам пользуюсь этими технологиями. So, первая month I got started, I sold about 4 to 5 items. СMicro's third month, after going through and following all the training and getting assistance, in my third month, my account sold $35,000 in retail product with a 15% profit margin on that. And while that doesn't sound like a lot to people, when you think in terms of something selling for a $5 or $10 profit, If you take that out and then exponentially grow that graph to 12 months, you can see where you're going to take that to $100,000 a month in sales. And certainly if we're even more reasonable, you're going to take that to $50,000 or $60,000 a month in sales consistently at a 15% to 20% profit margin. And then you have a real solid business. Now, on top of that, you've got this incredible network marketing compensation plan attached to it. So you literally will have two side-by-side businesses developing and providing six-figure incomes separate from one another, yet the same, which is unheard of in our industry. То есть он хочет привести свой собственный пример. За первый месяц он продал просто 4-5 позиций на платформе. А уже через 30 дней у него был список, огромный список, в котором он продал за третий месяц уже. На третий месяц он уже продал на 35 тысяч долларов товаров, через пользуясь эти знания по этой технологии. Средняя наценка, средняя наценка, средняя наценка прибыли у него была 15%. То есть это, вам кажется, что это маленькие деньги, например, там, да? Но когда вы начинаете смотреть на графики уже в разъезде целого года, то это на выходе привело к тому, что, допустим, представьте, вы продаете уже на 50, на 100 тысяч долларов в месяц, с вашей наценкой 15-20 тысяч долларов, 15-20 процентов, и получается это уже очень солидный бизнес с очень устойчивым доходом, например, там, который вам приносит, там, допустим, 10-15 тысяч долларов в месяц. И это одна составляющая этого бизнеса, а вторая составляющая бизнеса, что здесь идет в рука в руку составляющая построения сетевого бизнеса. И, соответственно, у вас есть два, как бы, плеча, которые вам приносят шестизначный годовой доход. Это как составляющая сетевого бизнеса, так и продажи на платформах вот этих электронной коммерции. I understand. Yes, thank you. Excellent. Thank you, Ken. Алексей, I have a 3 o'clock appointment. It's 20 minutes from now, and I have to gather some... Yes, yes, no problem. I hate to do this, but I have to excuse myself, my friend. Yes, yes, Ken. So thank you for this. I didn't expect it would take us this long conversation, which is awesome. Thank you for your time. We'll let you go, and I appreciate your assistance to Russian-speaking market. It's extremely important. It's my pleasure, and you guys have a great team, and we're here to support you. So I was glad I could get Brian and Nadia on here with us. So you've had three members of corporate on here, and the reason why you do is because we see how hard your team is working. So we're here to support you, and then I'll look forward to the next invitation, Алексей. Yes, thank you, Ken. So it might be next week. So we have updates, which Brian told us that he's going to share with us. That sounds great, my friend. Thank you. And Ken, thank you. And Ken, thank you. Thank you. And again, thank you so much for sharing with us. All right, Алексей, have a great day. Thank you. Thank you, Ken. Bye-bye. Надежда, значит, тогда ты хотела там что-то сказать, и там был технический какой-то момент, мы тебя потеряли на секунду. Да. Сделала свое пожелание какое-то, или поделись с вами быстро идеями. Еще раз, Надежда, это представитель русскоязычной его поддержки. Кен, тебе слово. Здравствуйте. Да, я хотела просто сказать, что я с Кеном, и с Брайан, и с Хатешем, я с ними очень близко работаю каждый день. So ваши вопросы, я все написала, и я буду с ними работать, и буду толкать их, чтобы получать вопросы, ответ вам быстрый. Я знаю, что Брайан тоже почему-то не... Ну да, я буду получать вам ответы. Спасибо вам за неудобство, что вы сейчас испытываете, и спасибо просто за задержку, которую мы как бы немножко так испытываем сейчас. Но спасибо вам, что вы здесь, это правильная компания, и мы увидим такие вещи, которые вы никогда больше не видели. Я это уже вижу, просто я жду, пока это все как бы... Ну, я вижу, что это только начало все, это только начало. Наденька, спасибо большое за такой позитив, который ты вночишь. Ребят, на этой позитивной ноте тогда мы будем уже браться за дело, потому что мы уже достаточно долго в эфире. Здесь у нас почти без малого полторы тысячи человек сейчас смотрят, и мне не терпится уже зайти в бэк-офис и начать смотреть за статистиками и теми обновлениями, которые у нас есть. Я вам желаю этой неделе провести очень плодотворно. Проконтролируйте, что те люди, которые не разместили продукты на платформе Springboard, все-таки разместили эти продукты на продажу. Также проконтролируйте, где кто находится в статусе бонусов, кому сколько не хватает для квалификации на следующий бонус. Много людей уже близки к статусу директора, это тоже нужно понимать и помочь людям закрыть эти статусы. Эта неделя предстоит очень жарко, потому что, с учетом всех вот этих новостей, которые мы сейчас получили, я вас тогда дольше не буду задерживать. Спасибо всем за внимание, до новых встреч. Маленькое объявление. Значит, 21 числа в 9 часов вечера по Москве мы будем проводить специальное обучение по построению бизнеса в Infinii. То есть, там мы расскажем много интересных моментов. На этом обучении будут реальные профессионалы, которые имеют опыт построения многотысячных команд. Не сотни людей, а десятки тысяч команд. Я думаю, для многих это будет интересно. Вообще, вот очень быстро вам скажу, ночью, например, у меня был разговор с людьми, у которых есть опыт построения миллионных команд. Вы понимаете, о каких деньгах мы идем с вами речь? Поэтому, вот в этом формате, ребят, нас с вами ждет интересное, незабываемое мероприятие. Всего хорошего. С вами была команда Infinii, руководители компании Infinii. Мы желаем вам всего всяческого, самого хорошего. Успехов, просветайте, проспевайте, друзья. С вами был Игорь Негода.